На сегодняшний день свалка это одна из самых опасных экологических проблем. В пустотах на полигоне скапливается метан, что может приводить к самовоспламенению. Как лучше утилизировать мусор, уменьшить его количество и что за машину презентовали на Пехтулинской свалке, узнавала наша съемочная группа. На Пехтулинской свалке радостное событие. 17 июня на городском полигоне стал работать новый и пока единственный в Чувашии каток-уплотнитель компании Бомаг. Этот лидер мирового рынка позволит эффективно уплотнять свалку, предотвратить ее рост, снизить пожароопасность и улучшить экологическую обстановку. Ваша республика ориентируется на передовые, те же самые Московскую, Питерскую, Нижегородские области, где уже давно была принята программа по утилизации отходов. И все подошло к решающей стадии. На сегодняшний день, насколько я знаю, помимо мусор-уплотнителя, речь ведется еще о приобретении шредера, который также необходим для полигона. Я думаю, в ближайший год ваш полигон будет на самом современном уровне оснащен техникой. География использования мусор-уплотнителя довольно обширна. Мурманск, Архангельск, Владивосток, а также Москва и Питер уже довольно давно эксплуатируют эту машину. Нас пригласили наши коллеги с вашего замечательного города Чебоксары для того, чтобы продемонстрировать эту технику. Мы тоже давно выбираем подобную технику. Наверное, после сегодняшнего визита к вам мы примем окончательное решение и приобретем подобный аппарат. 15,5 миллионов рублей стоило нашей республике это металлическое удовольствие. Компактор с легкостью устраняет пережитки советских времен. И даже горы под 45 градусов для него не помеха. А по словам экспертов, уже через два месяца о запахе на полигоне можно будет только вспоминать. Действительно, эта техника нужна. Нужна городу, нужна республике. После того, как мы запустим новый полигон в Новочебоксарске, мы должны будем эту свалку закрыть, привезти рекультивацию. И понятно, что вся площадь должна быть укатана. Приобретение нужное, правильное. Считаю, все сделано верно. Я сам лично порулил. Там кондиционер. Никакого запаха. Техника отличная. Это, конечно, республике очень нужна. Каток определенно эффектная, но не единственная выделяющаяся машина на полигоне. Конкуренцию ему составляет подарок горожанам ко дню республики. Вот этот статный белый тигр. Белый тигр появился именно из пожеланий детей наших работников. То есть хотелось каких-то положительных эмоций. Вот он появился. Что решат горожане, мы узнаем уже скоро. А пока остается любоваться лишь белым тигром. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.